Сегодня продлил ещё на полгода санкции в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Чуть позже на совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев поручил подготовить обращение к президенту о продлении контрсанкций. С 1998 по 2013 годы, с учётом того, что Европейский Союз на полгода продлил санкции против Российской Федерации, я прошу вас подготовить моё обращение на имя президента с предложением продлить действие указа президента на этот срок о введении ограничительных мер со стороны Российской Федерации, но и соответствующего постановления правительства, в котором устанавливаются категории продукции и объектов внешнеторговых сделок, на которые распространяются российские ограничительные меры. В свою очередь, российский МИД назвал циничным правление санкций в день нападения фашистской Германии на Советский Союз. Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что Брюссель, похоже, намеренно замалчивает тот факт, что пролонгация ограничительных мер повлечёт потерю сотнями тысяч, а то и миллионами европейцев своих рабочих мест. Ранее, напомню, Австрийский институт экономических исследований опубликовал отчёт, согласно которому антироссийские санкции могут стоить Европе 100 миллиардов евро, причём пострадают практически все страны Содружества, включая Германию, Францию, Испанию, Италию и Польшу. О том, что проводимая санкционная политика Запада в отношении Москвы неэффективна, уже признали глава Пентагона, а также администрация Белого дома. Такой же точки зрения придерживаются и ведущие европейские финансовые издания. И хотя, безусловно, санкции ударили по экономике России, эффект оказался в разы меньше, чем тот, на который рассчитывал Запад. В Москве уже заявили, что продолжат программу импортозамещения. Например, в Министерстве сельского хозяйства обещают через несколько лет полностью перейти на отечественную свинину и мясо птица, через 7 лет на наши овощи и фрукты. Ну и показательное поведение национальной валюты. Рубль никак не отреагировал на продление санкций. Более того, с расчётом на завтра укрепился по отношению к доллару на 24 копейки, а к евро на 5 копеек. И сейчас надо задать вопросы политологу, историку, депутату Госдумы Вячеславу Никонову. Вячеслав Алексеевич, сегодня стало известно о решении Евросоюза продлить санкции в отношении России. Ну, странная дата выбрана. Конечно, это верх кощунства. Продлить санкции, незаконные в отношении нашей страны, именно в день скорби 22 июня, в тот день, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Это верх цинизма и верх непонимания. То есть градус, собственно, недовольства Европейским Союзом, мягко говоря, он резко, я думаю, после этого поднимется. Сами по себе эти так называемые санкции – это противозаконные дискриминационные меры, которые принимаются за пределами международного права и которые носят характер экономического и иного давления на нашу страну. Ясно, что ничего эти санкции не изменят. С другой стороны, от Европейского Союза, имеющего очень небольшую степень самостоятельности в принятии подобного решения, иного вряд ли стоило ожидать. Ну, наверное, уже не один десяток западных политиков признали, что санкции не влияют и не повлияют на политику Москвы. Почему же тогда санкции с таким упорством прогреваются? Там, в Вашингтоне, действительно тон задают те политики, которые считают, что с Россией надо поступать как можно жёстче, в надежде, что её можно добить в этой ситуации. В связи с этим оказывается давление и на страны Европейского Союза, которые, к сожалению, не демонстрируют большой политической самостоятельности. И всё-таки не надо забывать, что страны ЕС, как правило, все, являются одновременно и членами НАТО, то есть военными союзниками Соединённых Штатов, на которых есть многочисленные каналы воздействия и влияния. Спасибо, Вячеслав Алексеевич, на вопросы вести отвечал депутат Госдумы, политолог, историк Вячеслав Никонов. Взрывы в двух киевских отделениях Сбербанка МВД Украины квалифицировало всего лишь как хулиганскую выходку. То, что самодельные взрывные устройства были начинены поражающими элементами, случившееся могло привести к многочисленным жертвам, зданиям причинён значительный ущерб. И всё это далеко не первая атака на российский банк. В Киеве предпочитают не замечать. Репортаж Ксении Колчиной. Это одно из отделений Сбербанка России, возле которого накануне ночью прогремел взрыв. Видно, что фасад здания сильно повреждён, испорчена вывеска, выбиты окна, двери. Утром здесь работали взрывотехники, сейчас здания восстанавливают, но филиалы, несмотря ни на что, продолжают свою работу. Они открылись по расписанию в 9 утра, хотя всю ночь пришлось убирать груды стекла и заколачивать разбитые окна. Взрывы раздались около двух часов после полуночи, практически одновременно, в разных концах города. Сработала сигнализация. Затем приехала милиция. Начала проводить следственные действия. Вы во сколько сюда приехали? Взрыв произошёл около часа ночи. Мы сразу приехали, вот и всё. Взрыв был такой силы, что в соседних квартирах вылетели окна. Люди, живущие неподалёку, сильно испугались. Чудом никто не пострадал. Слышали, думали, война почалась. Это же взрыв страшно. Слышали двойной взрыв такой, протяжный, как разрыв грома сильного. Стёкла задрожали. Я выскочил на улицу, ничего не увидел. Взрывались дымовые шашки с накрученными гвоздями и шурупами. Если бы рядом кто-то оказался, трагедия была бы неизбежна. Преступление уже назвали политической провокацией. Оно явно было тщательно спланировано. Но МВД Украины квалифицировало это всего лишь как хулиганство. О теракте ни слова. Сам подход украинских властей к квалификации, а следовательно и к расследованию этого инцидента страшного, который мог закончиться вполне кровавым, например, если бы там были охранники. Свидетельствует о том, что власти, как всегда, будут держаться вот в этой парадигме. Россия враг. И, следовательно, если люди выражают своё недовольствие к агрессору даже таким способом, то мы ничего не будем делать. Это не первая атака на Сбербанк России. В начале апреля взрыв прогремел у входа в отделение банка в Соломинском районе Киева. Тогда тоже было заминировано два филиала, но вторую бомбу удалось обезвредить до того, как она сработала. А преступников, по предварительной информации, до сих пор так и не задержали. Ксения Колчина, Леонид Борисов, Антон Леонов. Вести из Киева. Ну и сегодня же около полусотни молодых людей пришли в один из кондитерских магазинов сети «Рошен», принадлежащий Порошенко. В знак протеста против экономической ситуации на Украине активисты начали молча и быстро есть конфеты, пирожные и торты прямо с прилавков. Как вам тортик? Отличный. А что вы не платите, едите? Так, в Польше. Протестуете? Да. Против чего? Против цен. Но потом активисты развернули плакат с требованием к Порошенко уйти в отставку. Когда же через несколько минут появилась охрана, демонстранты сразу же удалились. Задержать никого не удалось. Несладко Порошенко. От результатов социологических опросов взять хотя бы идею скорейшего вступления страны в НАТО, на волне которой «Шоколадный король» пришел к власти. Число украинцев, которые поддерживают присоединение страны к Североатлантическому альянсу, за последние полгода сократилось на 11%. Это данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг». Причем, если взглянуть уже на этот график, то видно, что пока идея членства страны в НАТО находит поддержку только на западе страны, ну а в центральных регионах тех, кто голосовал бы за, уже значительно меньше – 44%. На юге – 30%, но на востоке всего 15%. Очередной попыткой Киева сорвать минские договоренности называют ночной обстрел Горловки, который обернулся новой трагедией. Погибли пятеро мирных жителей, три женщины и два ребенка, еще четверо детей ранены, один в тяжелом состоянии. Минометы и артиллерии обстреливали город на протяжении нескольких часов. Пострадали отдельные районы Донецка. В столице Народной республики снаряды попали в детский сад и в 8 жилых домов. В районе станицы Луганская украинские военные открыли огонь по жителям, пытавшимся пересечь через блокпост в линию соприкосновения. Репортаж Станислава Назарова. Нет, не пускают, стреляют по ногам. Как объяснить? Ну, не знаю. Просвистело под ногами, мы побежали. Огонь по очереди на блокпост. Украинские военнослужащие открывают целенаправленно. После нескольких предупредительных выстрелов по гражданским людям толпа возле блокпоста украинской армии расходится. Скорее всего, со стороны Кондрашовки, или со стороны рыбхоза, перед блокпостом работала, это как его, и снайперской винтовки, скорее всего, работали. Это кадры блокпоста украинской армии у станицы Луганская. Военнослужащие ВСУ укрепляют позиции. Дорога перекрыта бетонными блоками. Крайний блокпост подразделения вооруженных сил Украины у станицы Луганская. Возле блокпоста, который отсюда находится в прямой видимости, десятки людей, все эти люди пытаются пройти к себе домой, на станицу Луганская, но их украинские славики по-прежнему не пускают. Между Луганском и станицей это крупный пригород, всего-то 10 километров, но линия разграничения в прямом смысле разделила семьи, живущие по разной стороне реки. На блокпосту дети, женщины и пенсионеры по несколько часов безрезультатно ждали разрешения пройти заставу. С 8 часов и вот эту иду не пускаете. Это позор. Это у нас во власти дебилы. Люди проходят последний взорванный мост с надеждой, что их пустят, но уже месяц. Военнослужащие украинской армии здесь не пропускают никого. Именно с этого укрепрайона каждый день украинские силовики производят обстрелы по позициям ополчения. Миномёт 80-й, 120-й с БТР работают, с БТР вообще в полную силу работают. Что со станицей, что с репхоза. Есть раненые всё-таки, у нас тоже есть потери. Это же от этого же тоже не отвертишься. Обстрел посёлка Раёвка, подразделения вооружённых сил Украины. Начали в половину седьмого утра. Огонь вёлся со стороны города. Счастье, это всего несколько километров отсюда. Крупный укрепрайон украинской армии били прицельно по вот этой электроподстанции. В результате ударов трансформаторы разрушены и полностью обесточен посёлок. Также без водоснабжения остались окрестные населённые пункты, где проживает несколько тысяч человек. В результате разрыва мин последний работающий агрегат насосной станции серьёзно повреждён. Антонина до работы не успела дойти несколько метров, когда начался миномётный обстрел. Мы в мастерской головы попрятали, оно летит, даже слышно, свистит, падает, взрывается, свистит, падает, взрывается. Вот сейчас одна, не долетит, упадёт на нас. После обстрелов из БМП и миномётов под счастьем повреждена высоковольтная линия. Чтобы хоть как-то наладить подачу электричества, жители сёл и деревень самостоятельно приступили к ремонту линий электропередач. Станислав Назаров, Антон Гасимович, Алексей Ялдин, Вести, Луганская Народная Республика. Средний результат ЕГЭ по физике в этом году почти на 5,5 баллов выше, чем в прошлом. Об этом сегодня сообщил Рособранадзор. И сегодня же Единый госэкзамен начали сдавать те, кто не сделал этого раньше по уважительной причине. Но общую картину их результаты уже не изменят. И на встречу у премьера были сделаны первые выводы. Подробнее Полина Ермолаева. Средний балл ЕГЭ в этом году выше. Нарушений во время экзаменов в разы меньше. Математическая ли это зависимость в правительстве приняли как аксиому. В этом году экзамен был сдан не просто честно, но в этом году нам удалось показать лучшее по сравнению с прошлым годом результаты ЕГЭ. Потому что мы себе ставили задачу не просто создания условий для сдачи экзамена, но и создания хороших условий для повышения качества образования. 730 тысяч человек сдавали ЕГЭ в этом году. И меры безопасности были сравнимы с предполётными. Проход через рамки металлоискателей. Телефоны выпускники оставляли на входе в классы. А во многих школах и вовсе были установлены глушилки. Сдайте телефоны. Быстро. Прозрачность экзамена обеспечивала и всероссийская система видеонаблюдения. Она и прославила выпускников школы города Ордатов, что в Мордовии. 100 баллов они могли бы получить за синхронность и слаженность движений по скоростному поиску шпаргалок и телефонов в карманах одежды. Едва только учитель вышел, как забыв об установленных камерах, 11-классники стремительно аннулировали результаты своего экзамена. И это было самое массовое нарушение. Всего же по стране не засчитали 650 работ. Мы не будем отказываться от единого госэкзамена, потому что весь мир использует именно такие тесты. А когда нас убеждают вернуться к прежним вариантам сдачи экзаменационных испытаний, это прошлый век. В результате единого госэкзамена появилась возможность для большого количества наших выпускников сдавать документы в различные университеты и поступать. Уже все подзабыли, но что скрывать. Провинциалы могли поступить очень часто в московские и питерские вузы только по блату. Сейчас этого нет. Систему ЕГЭ обещают совершенствовать и дальше. Уже перепроверили нашумевшие стобальные работы, и далеко не каждый выпускник остался со своим результатом. Но в целом и с математикой, и с русским у школьников стало лучше. Мы сдали ЕГЭ. А традиционно любимый экзамен по обществознанию обогатил не только статистику, но и пополнил коллекцию школьных перлов новыми цитатами. Например, «Не каждый пенсионер выжил из ума. Некоторые много читают». Или «Женщины должны зарабатывать столько, чтобы им ещё и на себя оставалось». Ну и, например, император Пётр I обучался на курсах кораблестроения в Голландии. Казалось бы, император, а какое стремление к самопознанию. Полина Ермолаева, Юлия Брилёва, Ильгиз Хакимов, Вести.